Курс юаня по отношению к доллару растет уже второй день подряд. Сегодня он составляет 6,655, тогда как во вторник цифра была на 121 базисный пункт ниже. С чем это связывает аналитики и чего ожидают в дальнейшем, расскажут мои коллеги. Укрепление китайской национальной валюты произошло на фоне успешного окончания саммита Большой двадцатки в Ханчжоу. Об этом говорят китайские эксперты. Одним из важнейших итогов встреч на высшем уровне уже назвали одобрение странами G20 включение китайского юаня в корзину специальных прав заимствования Международного валютного фонда. Юань присоединится к доллару, евро, иене и фунту с 1 октября. Заявление было сделано и неоднократно говорилось о том, что не будет валютных войн и конкурентной девальвации. Это уже довольно много значит. За прошедший год были зафиксированы довольно серьезные колебания китайской валюты по отношению к доллару США. Экономисты говорят о том, что к концу года курс может составить около 6,75 за доллар, а некоторые предрекают и еще большее снижение. Мы все еще думаем, что более реальный показатель к концу года около 7. Причина в том, что правительство уже практически выполнило цели на этот год, и в ближайшие 6-9 месяцев мы ожидаем замедления темпов роста китайской экономики. Рост ВВП может составить в районе 6,5%. В то же время успехи Китая на пути к интернационализации валюты невозможно не заметить. По данным Банка международных расчетов, юань входит в десятку самых торгуемых валют в мире. Сейчас он занимает восьмую позицию в этом рейтинге. А что касается валют с транспереходной экономикой, то тут Китай уже занял первое место, обогнав мексиканский песо. За период с 2013 по 2016 годы средний дневной оборот китайской валюты увеличился со 120 миллиардов до 202 миллиардов долларов США.